Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast, 63-й выпуск. С вами в этой студии, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у него в гостях Алексей Маркин, программист из компании МЦСТ. Он у меня уже был буквально, кажется, в предыдущем выпуске вместе с ребятами из Интела. Лёш, привет! Привет! Ну давай, наверное, ещё разочек вдруг, кто не слышал, не слушал, не захотел, не стал, расскажи пару слов про себя, может быть, чуть поподробнее, как вообще ты попал в IT, ну и дальше. Ну давай. В IT я попал, собственно, ещё прямо в институте, может, даже чуть раньше. Программированием я увлекался всегда, и, соответственно, в какой-то момент я решил поступать на программистский факультет. В моём случае это был Московский авиационный институт и восьмой факультет, он же прикладной математики и физики. Там я обучался пять с половиной лет, параллельно успел ещё захватить некоторые курсы в других вузах, но это отдельная история с прошлого подкаста. Успел поучаствовать даже в некоторых конкурсах внезапно микрософтовских. Собственно, у Microsoft Imagine Cup, если вдруг кто-нибудь слышал такой конкурс студенческих проектов, довольно забавный. Ещё забавно то, что я, как убеждённый линуксоид, в нём участвовал. Вот это, кстати, интересно. Ну расскажи чуть пару слов про это, то есть как вообще ты туда попал и что там было. Ну, история примерно такая. У нас на нашей кафедре есть очень сильный препод, который является техническим евангелистом Микрософта. Соответственно, он Микрософт у нас продвигает и очень неплохо. Ну и, в принципе, это реально один из таких самых хороших преподов у нас на кафедре. И поэтому он очень активно подбадривает нас к участию в подобных вещах. Вот. Где-то на первом курсе мы смотрели выступления нашей команды. Они тогда пробились, по-моему, то ли на первое, то ли на второе. А, они, по-моему, да, в российском туре пробились на первое место и вышли в международный тур и ехали. Вот. Меня с другом это как-то очень впечатлило. И мы тогда, наверное, негласно решили, что мы просто обязаны будем в этом поучаствовать в свое время. И вот в курсе на четвертом, точнее, даже не совсем так. На третьем курсе до этого у нас был курс объектно-ориентированного проектирования. Там делали уже такой коллективный проектик. Мы с ним слепили небольшую программу, которая позволяла складывать эрегами. Ну, то есть, у нее была мат-модель листа бумаги, и можно было за счет семи, по-моему, элементарных действий базисных складывать словно любую фигурку. Да, это такой проект был довольно... Ну, и потом строить диаграммку по тому, как складывать. Собственно, это была основная идея. Мы вроде как это даже немножечко забросили, но потом на четвертом курсе через год решили внезапно поучаствовать. Быстренько переделали эту программку под микрософский стэк и решили ее подать на конкурс. Это было довольно весело, с учетом того, что тема конкурса была «Как технологии спасут мир». То есть, как эрегами спасет мир, да, интересно. Да. Ну, мы с этим как-то смогли пробиться на первое место в российском туре и даже выйти в международный тур. Там уже полетели все, кроме меня, в Нью-Йорк. Меня не пустили. Вот так. Ну, там мы уже не особо далеко прошли, но я думаю, это понятно. Слушай, а там, получается, у них тоже как бы несколько туров, да, то есть как бы у этого... Да, там тоже нужно делать несколько уступлений. Там как бы свои требования, свои особенности, что туда нужно, что туда не нужно. Но у нас, ну, откровенно говоря, наша программа не очень соответствовала тематике. В этом плане, конечно, были и более выигрышные варианты. Ну, да, понятно, что, может быть, как-то это тоже сказалось. Ясно. Ну, ладно, давай, хорошо, продолжим, так сказать, после образования. Как ты попал в МЦСТ? Расскажи. Ну, смотри, где-то еще, наверное, в институте я стал работать в одной фирме, занимающейся поиском недокументированных возможностей в программном обеспечении. И примерно тогда меня стала увлекать идея анализа программ. Потом в какой-то момент я решил оттуда уйти. А про МЦСТ я, на самом деле, даже в той фирме слышал, потому что там было некоторое сотрудничество. То есть, я работал в НПО-эшелон, он делал модуль доверенной загрузки. И в том числе я делал его для Эльбруса, поэтому саму по себе фирму я слышал. В какой-то момент я решил, что хочу работать в компиляторе, стал искать вакансии. Понял, что их, вообще говоря, не то чтобы очень много было. То есть, были вакансии, по-моему, в Интеле, но там требовался PHD и какие-то совершенно безумные требования кандидатам. Я понял, что я, конечно, туда ничего не тяну. И где-то на каком-то совершенно левом сайте я нашел без обратной связи, без всего, вакансию на разработку компилятора. В общем, немножечко поискал, нашел эту же вакансию на других сайтах, отправил свое резюме. Выяснилось, что там была неправильно указана почта. Я в итоге им позвонил, мне сказали правильную почту, я отправил туда, и дальше уже как-то меня туда приняли. Да, довольно-таки интересный человек. Квест, можно сказать, прошел. Ну, да. Слушай, а ты как-то вот сразу, ну, если бы понял, что тебе, в принципе, интересно, да, вот такими вещами заниматься. Просто довольно-таки специфичные вещи. То есть, как бы одно дело, там, просто программист, ну, вот что-то где-то программировать. Да, не важно что, не важно где, но вот как-то. А тут вот сразу именно компиляторы, именно вот какие-то такие, ну, скажем так, довольно специфичные вещи, если так глобально посмотреть, да, на вот там айтишный мир. Слушай, если честно, я даже когда туда посылал резюме, я не думал, что буду именно вот непосредственно работать в оптимизирующем компиляторе. То есть, я посылал как человек, который хочет заниматься анализом программы, который там некоторое время это уже делал. То, что я попал непосредственно вот прямо в оптимизаторщики, ну, это скорее чисто случайность. А, ну, понятно, вот так. Ну, все равно как бы вот именно хотел заниматься каким-то таким анализом, то есть, не просто разработкой там какого-то прикладного, да, вот именно таким более, скажем так, ну, в каком-то смысле, наверное, системными вещами такими. Ну, ты знаешь, да. То есть, как бы мне в целом нравится идея там анализировать программы, выявлять какие-то свойства и что-то на основе этого делать. Это то, чем я на предыдущей работе занимался. Сейчас я занимаюсь почти тем же самым, только под немножечко другие цели. То есть, если раньше нужно было, грубо говоря, там распарсить программу и найти какие-то подозрительные вещи, то сейчас мне нужно распарсить внутреннее представление и определить какие-то свойства, которые помогут оптимизировать. Или просто прооптимизировать. Там как бы много разных вещей есть. Понятно. Ну, давай, наверное, вначале все же расскажи, может быть, знаешь, пару слов там про саму компанию МЦСТ, да, вот. Это просто, так сказать, что она там, чем занимается, что делает. Ну, а дальше потихонечку как раз углубимся уже в более какие-то такие технические аспекты. Ну, давай. МЦСТ – это программа, которая занимается разработкой микропроцессоров. В принципе… Ну, компания. Не программа, а компания. Да. Кстати, как ни странно, для тех, кто не знает, расшифровывается она как «Московский центр спарк-технологий». Вот тоже довольно-таки такое историческое название сложилось там еще в далекие годы. Да, название действительно историческое, ну и на самом деле даже относительно актуальное, потому что в МЦСТ разрабатываются процессоры двух архитектур. Первое – это спарки, и второе – это, собственно, Эльбрусы. Ну, разработкой спарков занимались где-то в годах в 90-х совместно с Саном, когда он еще был жив. И тогда же, видимо, выкупили у них лицензию на дальнейшую разработку этой архитектуры. Но, как бы, некоторых людей не покидала идея сделать свой влив-процессор. И в какой-то момент, ну, в общем, была очень непонятная история с тем, как скупили команду компиляторщиков, как ее Intel скупил с переходом. Вокруг этого процесса есть много инсинуаций, поэтому, наверное, не стоит в это употребляться. Ну да, не будем сильно вдаваться подробностям, конечно. Ну, суть в том, что спустя какое-то время удалось выпустить влив-процессор, и, собственно, сейчас фирма продолжает заниматься их разработкой и вполне успешно. То есть, есть большие планы касательно этих процессоров. Постоянно наращиваются мощности, и выходит новая продукция, ей интересуется все больше пользователей. То есть, там, одна из недавних новостей, выпустили защищенный ноутбук военный на Elbrus 8S. Это уже, как бы, 8S, это уже такая весьма приличная машинка. То есть, лично я у себя на рабочем месте, например, сижу на инженерной версии процессора Elbrus 4S, там, с урезной частотой в 700 МГц. И в целом мне этого по большей части хватает. То есть, грубо говоря, мне этого хватает, чтобы запустить Firefox, там, потроллить где-нибудь в бложике, или в контаже поболтать, или на стакон-флоу поискать. Там, параллельно у меня запущена куча кути-креаторов с кодом, там, и еще какие-нибудь приложения, и все это вполне себе тянется. А 8S, это машинка уже в несколько раз мощнее. Ну, понятно, это как бы 4, там, в принципе, поколение, да, я так понимаю, там, 4, 8, ну, условно говоря, то есть, несколько поколений разница. Да, между, или как там вообще? Ну, смотри, 8S, это следующее за 4S, это, скорее, указание количества ядер. То есть, 4S, это 4 ядра, 8S, это уже 8 ядер. Поэтому через лет, по-моему, 5 планируется выпускать уже 16S. Ну, и где-то в совсем отдаленных планах я видел 32S. Ну, понятно, да. Ясно. Давай, знаешь, вот там Эльбрус, да, ты там уже упоминал и там влив архитектуру, вот. Давай проговорим, в принципе, про, наверное, может быть, еще разочек там, про тип архитектуры, да, вот, и вот, как бы, место Эльбруса здесь, то есть, как бы, вот, что там, что такое влив еще раз, наверное, как-то так поподробнее. Слушай, я понял, давай я перед этим еще немножко дорасскажу, чем мы занимаемся. Потому что все-таки разработка процессоров, это, конечно, круто, но нужно понимать, что если фирма разрабатывает процессор, то ей нужно особенно какой-то уникальной архитектуры, то нужно, чтобы кто-то, вообще говоря, заботился и обвязкой, и программном обеспечении. Поэтому помимо процессоров у нас разрабатывается КПИ, это контроллер периферийных интерфейсов, он же Южный мост, если переводить на нормальный язык. Вот, и разрабатывается весь связанный стек, то есть, это портирование Linux, это портирование дистрибутива, там, и, опять же, помощь, определенная помощь клиентам, которые запускаются на наших машинах. Ну, далее, так скажем так, поддержка, да, именно вот каких-то, программная поддержка. Да. Вот, то есть, это все делает по общемировым меркам очень небольшая команда, там, несколько сотен человек, причем большая часть, наверное, это дистрибутивщики. Которые, которые собирают, да, вот, непосредственно там образы. Да, они занимаются портированием, там, наладкой всего этого, поиском справлением ошибок и, собственно, да, сборкой самого дистрибутива. Он, если что, основан на дебиане. Ага, то есть, это какой-то дебиан, ну, условно говоря, там, заточенный под архитектуру, да, соответственно? Ну, как-то так, где-то, где-то. Ну, грубо говоря, портированный, да, то есть, своя пакетная база просто, то есть, достаточно просто сделать деп-пакет, дальше dpkg-i, и у тебя все работает. Ага. Там, как бы, ну, то есть, сейчас пока без зависимости, без всего, но это уже вопрос времени. Понятно, понятно. Ну, ты сам говоришь, что ты тоже там сидишь как раз-таки непосредственно, понятное дело, на такого же плана машинке, то есть, тоже, соответственно, на этом же, как бы, дистрибутиве, да, то есть, у вас там иксы, я так понимаю, как ты вот упоминал, кодек-креатор, то есть, как бы, все, ну, полноценный Linux, по большому счету. Ну, да, Linux, XFCE, там, конечно, есть некоторая нехватка софта, там портировано пакетов что-то, ну, по-моему, боюсь набрать, но в районе 5000. Может, меньше. И, в принципе, бывает такое, что действительно есть какие-то пакеты, которых не хватает. Ну, там, в некоторых случаях меня, например, вручает бинарный транслятор. Кстати, да, об этом тоже стоит рассказать. У нас одним из направлений является разработка так называемого бинарного транслятора, который позволяет брать бинарный код для Intel и исполнять его на Эльбрусах. То есть, по сути, это что-то такое, что в свое время делала трансмета, ну, такая реинкарнация. Причем фишка в том, что наш бинарный транслятор, он может работать как пользовательским приложением на нашем нативном Linux. То есть, грубо говоря, у меня там запущен на Эльбрусе нативный Linux, я беру и начинаю исполнять какое-то X86 приложение. А можно его запускать как вообще прослойку между CPU, то есть, напрямую прослойку между CPU и всем остальным, и он уже будет полностью эмулировать Intel. То есть, у нас, как бы, таким образом, например, можно брать и взять и поставить седьмую винту, спокойно запускать на ней офис. Ну, да, то есть, получается, ты ее ставишь, и она видит железо, как будто это просто интеловское железо. Да, она видит интеловское железо. Ну, это, кстати, да, довольно-таки круто, такой прям супернизкоуровневая, по сути, виртуальная машина, ну, в каком-то смысле, наверное. Да, это целый джит, там с четырьмя уровнями оптимизаций, это такой очень сложный проект на самом деле. Круто, ну, да, довольно-таки интересно. Ладно, давай сейчас, наверное, все же еще раз, да, вот начнем от архитектуры, от лива всего этого, и как раз, наверное, может быть, еще там вспомним и про эту штуку тоже. Ну, давай, да. Собственно, что такое влив? Это, как ты уже говорил, Very Long Instruction Word. Собственно, какая основная идея этой архитектуры? Точнее, в чем на данный момент особенность современных AutoForder архитектур? Поясню, что AutoForder означает, что процессор может брать и по собственному усмотрению менять порядок исполнения поступаемых инструкций. AutoForder – это очень сложная технология, которая реализуется прямо внутри самого процессора. То есть, вот этот вот AutoForder, он берет сам, наполняет исполняющие устройства. То есть, тут нужно пояснить, что у всех таких довольно быстрых процессоров по нескольку исполнительных устройств, и в случае с AutoForder процессор сам берет, видит готовые инструкции и посылает их на исполнение. Но эта штука сложная, и в идеологии влив лежит след, такое понятие, как использование явного параллелизма. То есть, на влив процессорах упаковать параллельные команды должен сам компилятор в одну большую широкую команду, а процессор просто берет широкую команду, и на какое устройство компилятор ее послал, на такое он просто и пошлет команду исполняться. То есть, грубо говоря... То есть, по сути, он не занимается каким-то уже именно умным анализом, а именно просто, так сказать, его задача просто быстро ее исполнить. Да, именно так. То есть, идея, то, что мы можем посчитать один раз во время компиляции, не нужно считать каждый раз во время исполнения. У этой идеи есть свои плюсы, есть свои минусы. Но, в целом, направление развития, конечно, очень интересное. Тут довольно интересно то, что именно General Purpose of Leaf процессоры – это такой очень редкий бит, и их можно пересчитать по пальцам одной руки. Самые известные варианты – это Intel и Tanyo, которые уже, насколько я знаю, они постепенно сворачивают разработку, и трансмерский процессор, который умер очень давно. Слушай, а вот почему просто как бы по идее эта идея, ну, такая довольно-таки интересная, что один раз на этапе компиляции посчитал там оптимально раскладку, да, вот как бы инструкций, а дальше ты просто очень быстро их везде исполняешь, в отличие от обычного, я так понимаю, процессора, где эта вещь как бы отдана на откуп непосредственно процессору, ну, то есть микрокоду, да, и который, значит, там на этапе каждый раз заново думает, а как мне тут параллельно-непараллельно поменять команды. Да, вот опять ты говоришь, что там out of order – это означает, ну, как бы процессор это делает для того, чтобы, по сути, ну, опять-таки ускорить выполнение, да, чтобы запаковать в одну вот эту, в одну команду большую, там, правильные инструкции, которые смогут выполниться параллельно, а дальше, ну, помнить, вернуть, ну, действительно, как бы довольно-таки такой сложная вообще логика работы. Почему же вот тут в лифт так вот, ну, при всей своей такой интересной идеей, ну, как-то вот там и шитанием сворачивается, да, не получил какое-то такое широкое его распространение? Ну, смотри, касательно вот самой идеи широкой команды и in-order исполнения, тут проблема в следующем. Out of order процессоры, они видят непосредственно значение всех операндов, и они, ну, грубо говоря, смотри, у тебя есть команда load, то есть загрузить из памяти, и команда store, там, записать в память. Когда у тебя идет какой-нибудь Intel, он видит, какие аргументы у этих команд, и он сам понимает, пересекаются эти команды или не пересекаются. То есть, грубо говоря, если у нас store пишет в тот же адрес, откуда читает load, то их переставлять нельзя, иначе мы просто... Ну, логично, да. Вот, там, когда он видит, что они не пересекаются, он их берет и, там, забрасывает load вверх, и, грубо говоря, там, ну, мы выигрываем немножко в плане того, что load начинается раньше, и latency при чтении из памяти у нас уже не мешает. В случае с in-order вообще, явлив процессорами в частности, мы все это дело смотрим в compile-тайме. То есть, у нас... То есть, мы видим, ну, отлично, у нас есть store, который читает адрес с какого-то регистра и пишет что-то, и есть лот, который читает с какого-то неизвестного регистра и пишет что-то. И, соответственно, возникает вопрос, а вообще говоря, мы имеем право их представлять или не имеем? Вот в compile-тайме отследить это гораздо сложнее. В общем случае, никак. Да, это одна из таких причин, за что такой подход ругают, небезосновательно, опять же. И, соответственно, как бы есть там целое направление, называется анализ указателей, которое должно разрывать такие зависимости и говорить, какие лот-сторы пересекаются по памяти, какие не пересекаются. Собственно, я примерно этим и занимаюсь. Ну, как бы тут, опять же, тут есть свои проблемы, потому что эти алгоритмы, они очень плохо работают, например, при помодульной компиляции, то есть, если ты не видишь всей программы целиком. Ну, грубо говоря, у тебя есть какая-то функция, у неё в качестве аргумента два указателя. Тебе неизвестный контекст вызывает функции неизвестен, и как понять, что работа с ними пересекается или не пересекается, это, конечно, большой вопрос. Ну да, да. Вот, поэтому, как бы, у нас очень сильный режим всей программы, это что-то по типу ГЦешного ЛТО, он там даёт нам, например, ускорение на 20%. Ну, и опять же, в случае с вливом компилятор в плане разрыва указателей и перестановки операции должен действовать гораздо более агрессивно. То есть, оптимизирующий компилятор для влива, он должен быть гораздо мощнее, чем компилятор для аутофордера. Но мощнее, вот что это ты имеешь в виду? Расскоро немножко поподробнее. Мощнее, я имею в виду, что должен быть гораздо более агрессивный реордеринг операций. То есть, как бы, любой оптимизирующий компилятор, он инструкции переставляет, но в случае с вливом это нужно делать гораздо больше, чтобы иметь хоть какую-то приличную скорость работы. Например, я недавно делал замеры с разными опциями оптимизации. В среднем разница между О0 и О3 11 раз по исполнению. На Эльбрусах. Ну, нормальненько. 11 раз. Приличная разница. Да, это в среднем. В реальности там некоторые тесты могут ускоряться в 40 и даже в 80 раз. И причем это не просто какие-то синтетические тесты, которые можно свернуть в ретор ноль. Это вот реально спектр спу 2006. То есть, это специальный промышленный набор бенчмарков. Для сравнения я проводил то же самое для GCC и Intel. Там ускорение между О0 и О3 было в среднем что-то 2,5 раза примерно. Ну, это опять в силу уровня агрессивного переставления. То есть, насколько вот много чего. Или за счет чего так получается? Ну, так получается за счет того, что в случае с имплом и GCC большую часть работы берет на себя сам процессор. Поэтому вот именно агрессивность по этому параметру сравнивать нельзя. То есть, тут скорее нужно понимать, что для влива компилятор – это часть архитектуры. А в случае с out-of-order компилятор уже не так критичен. В случае чего процессор сам все за него сделает. Ну, да, да, понятно. Да, что здесь как бы ты там компилируй, не компилируй, а дальше уже процессор какие-то куда-то не можешь вмешаться, скажем так, в любом случае, по сути. Ну, да. Понятно. Ну, расскажи, как вообще, знаешь, интересно послушать в принципе, как устроен процесс разработки. Ну, может быть, ладно, наверное, процесс разработки чуть позже. Вот ты говоришь, что заниматься самым всяким оптимизацией. Тут же, ну, как бы вот так, если начать издалека, да, по сути тебе надо сделать так, чтобы независимо от того, какой на вход тебе подается программа, которую ты заранее заведомо не можешь знать, что, она себе представляет, да, вообще какие там, так сказать, там, не знаю, ветвления, что это там, просто там калькулятор, который там два числа сложил и за этом закончил, либо это какое-то сложное графическое, там, не знаю, приложение, которое много чего там и к памяти обращается, что-то делает. Как вообще, ну, вот, вообще, скажем так, в целом устроен подход к решению задачи по анализу этого кода и компилированию, да, и пониманию вообще, вот, как эти инструкции складывать. Вот, расскажи так в целом издалека, потому что интересно, в принципе, послушать. Ну, давай, я немножечко расскажу, как работает компилизатор в целом. Ну, как бы классическая схема примерно следующая. У нас есть фронтенд, да, в компилиаторе есть свой фронтенд. Да, для тех, кто не знает, да, в компилиаторе они обычно тоже делятся там на фронтенды, которые, так сказать, аналилились, потом бэкэнд, который все это уже непосредственно, значит, обрабатывает и более уже, скажем так, может быть, у одного бэкэнда может быть много фронтендов, вот. Да, и наоборот, на самом деле. И наоборот, да-да-да. Собственно, есть какой-то фронтенд, его задача в следующем. Он должен прочитать программу на языке программирования и перевести ее в какое-то более простое представление. Ну, обычно простое представление, оно тоже бывает везде очень разным. Можно считать, что это какой-то трехадресный код. То есть, грубо говоря, у нас есть инструкция, один аргумент и другой аргумент, и результат. Собственно, это уже что-то такое относительно близкое к ассемблеру, но на самом деле не настолько, насколько многие могут подумать. Точнее так, сам по себе фронтенд, он преобразует все это в АСТ, то есть абстрактное синтаксическое дерево. Это довольно высокоуровневая конструкция, она все еще сохраняет в себе очень множество особенностей языка и подходит, чтобы для целей, для которых фронтенд создан. Например, выдавать какие-нибудь ошибки. В некоторых случаях фронтенд может даже делать какие-то оптимизации. Но не у нас. То есть, например, у нас было такое, что фронтенд сам по себе делал инлайн, но мы выяснили, что он это делает плохо и не там, где нужно, и в итоге, например, инлайн на фронтенде мы отключили полностью. То есть, это скорее всего с тем, что фронтенд у нас покупной, то есть, сами мы его не разрабатываем, и, соответственно, контролировать качество его оптимизации мы не можем. Дальше синтаксическое дерево, оно транслируется уже в какое-то промежуточное представление, и тут тоже все очень индивидуально, потому что промежуточные представления бывают разные. Например, в случае с нашим компилятором у нас два промежуточных представления. У нас есть одно высокоуровневое промежуточное представление, где даже такого понятия, как регистр, нет. И есть уже низкоуровневое, которое более или менее походит на наш ассемблер. В случае с GSC у него, например, неизвестно, что есть как минимум три промежуточных представления. Соответственно, в зависимости от того, как у нас устроено промежуточное представление, нам удобно или неудобно делать какие-то оптимизации. Ну, сначала традиционно, точнее, само по себе представление это, по сути, линейный список команд. То есть, как бы у нас идут наши трехадресные инструкции и идут. В реальности с таким особо не поработаешь. То есть, серьезную оптимизацию на этом не проведешь. Поэтому все эти инструкции, они нарезаются в граф потока управления. То есть, это специальный граф, узлы которого состоят из небольших линейных участков, они же базовые блоки. И, собственно, все это очень напоминает блок-схему. С той разницей, что процедуру может быть тысячи и больше этих узлов, и понять как-то алгоритмы на этот счет не представляется возможным за счет CFG. Собственно, когда у нас есть все такие подготовительные, когда вся эта подготовка прошла, мы можем начинать делать анализы и оптимизации. Сначала обычно идут какие-то межпроцедурные вещи. То есть, межпроцедурная означает то, что оптимизация, она видит все процедуры сразу, видит контекст вызова этих процедур, и может делать такие вещи, например, как инлайн. Ну да, самое очевидное, кажется, что просто встраивание, да, именно сокращение вот этих контекстов, переключение контекстов, по сути. Да, кстати, в случае с Эльбрусами инлайн – это одна из самых важных оптимизаций. Это одна из таких ключевых оптимизаций, влияющих на производительность. Там, например, делаются различные анализы указателей, там, например, делается дивиртуализация, это очень клевая штука. Она заменяет вызов виртуальных функций C++ на вызов по имени. Бывает и такое. На самом деле, есть аналоги и для C, они тоже ходят по представлению, смотрят, что можно было бы, что здесь потенциально могло вызываться. Там, естественно, делаются ещё разные вещи. Например, есть у нас специальная фаза, которая разрезает процедуру на куски в отдельной процедуре. То есть, это такая штука, обратная к инлайну. На самом деле, это такое довольно частое явление, что почти, ну не почти у любой, ну как бы у многих таких оптимизаций есть оптимизации, которые делают ровно обратное. Почему так получается? Зачем это нужно? Это с целью для того, чтобы когда она видит, что где-то похожие куски, чтобы как бы оптимизировать вот с этой точки зрения или какие-то другие причины? Конкретно с этой оптимизацией всё гораздо печальней. Если у нас попадается очень большая процедура, то мы её, то мы её можем просто, то мы можем, может получиться так, что нам тупо не хватит памяти, чтобы её прокомпилировать. Поэтому нам приходится эту процедуру резать на более мелкие. То есть, как бы бывает, что там какие-нибудь код-генераторы, либо совершенно безумные программисты пишут процедуру на 4-5 тысяч строк. Я такое видел. Ну, это да, для таких, конечно, да, надо где-то на этапе только пушенья в репозитории надо просто сразу отстреливать. Ну, ладно, это совсем другая история. Хорошо, да. Вот, соответственно, как бы у нас есть выбор. Либо свалиться с нехваткой памяти, либо порезать её, сделать из этого жутко неэффективный код, но скомпилировать. Мы, очевидно, выбираем второе. Ну, понятно, да, конечно. Вот, собственно, потом делаются какие-то высокоуровневые по процедурной оптимизации, и дальше вся эта штука транслируется в более низкоуровневые. Оно же, то есть, высокоуровневое представление, оно называется архитектурно независимым, потому что в нём мы про особенности целевой машины ничего не знаем. Ну, условно ничего не знаем. И есть машинозависимое представление, которое уже отображает особенности нашей конкретной машины. Причём тут всё тоже довольно забавно, потому что изначально, например, никаких конкретных регистров у нас нет. То есть, у нас есть так называемые виртуальные регистры, и считается, что их бесконечное количество. То есть, естественно, высокоуровневое представление, оно представляет из себя работу с объектами и очень имеет некоторые языковые свойства, и в целом можно понять, что происходит. Когда у нас уже начинается низкоуровневое представление, никаких объектов нет, ну, опять же, условно нет, мы работаем с непосредственно регистрами и непосредственно с лодсторами, мувами и прочими радостями. Вот тут уже начинаются по процедурной оптимизации низкоуровневые, тут начинается оптимизация циклов, начинаются всякие поп-холлы и тому подобное. Далее у нас начинаются уже довольно безумные вещи, которые связаны с непосредственно бриф-архитектурой, а именно переход на предикатный код. Вообще, что такое предикаты? Процессоры Elbrus, они имеют явное предикатное исполнение. То есть, грубо говоря, каждая инструкция, она может иметь специальный флаг, который говорит, что в зависимости от значения предиката ее нужно или не нужно исполнять. Соответственно, определяется это непосредственно перед исполнением инструкции. И, как понимаешь, нам на компиляторе нужно это как-то уметь отображать. То есть, при переходе в предикатный код у нас... Он спровождается еще такой вещью, которая называется как EveConversion, она же слияние узлов. Собственно, вообще, для чего нужен предикатный режим? Он нужен для того, чтобы избавляться от ответвлений. То есть, грубо говоря, идет у тебя там ifa равно одному тогда что-то, else что-то. В графе потока управления в CFG это будет, грубо говоря, узел, в нем будет стоять cmp-шка, две дуги на две альтернативы. Когда мы делаем EveConversion, мы берем вот эти вот три узла и схлопываем их в один, без переходов, без всего. Соответственно, чтобы понять, что нам реально нужно исполнять, а что нет, у нас выставляются соответствующим инструкциям предикаты. Но они выставляются заранее, они же не могут заранее выставиться, потому что это же, ну, там, значение переменной-то там сравнение, оно же будет только в рантайме. Да, ну, грубо говоря, смотри, для этого существуют предикатные регистры. Грубо говоря, инструкция cmp, она пишет один или ноль в соответствующий предикатный регистр, и для одной ветви мы говорим, что эти инструкции исполняются только если регистр равен одному, для другой ветви только если регистр равен нулю. Фишка этого в том, что мы избавляемся от перехода лишнего. На самом деле, фишка не только в этом, у нас наш линейный участок, он начинает наращиваться, и мы можем очень делать очень хороший реордеринг инструкций, и можем более оптимально упаковывать их в широкую команду. То есть мы, по сути, ее можем набивать и увеличивать этот самый пресловутый EPC, который, наверное, про него нужно будет поговорить отдельно, потому что в случае с вливом это такой... EPC это сферический конь в вакууме. Вот. Дальше начинаются такие вещи, как еще спекулятивность. Опять же, то есть процессоры или брус обладают явной спекулятивностью. Что такое спекулятивность? Ну, вот представь, у тебя был какой-то код, там, если а не равно нулю, then c равно b, деленное на а. То есть в случае, если а не равно нулю, то мы на него делим. Что мы можем сделать? Мы можем взять и произвести деление еще до того, как мы произведем сравнение. Как это происходит? Мы говорим, что мы ставим эту инструкцию в спекулятивный режим, и если там было какое-то прерывание, то мы его откладываем. То есть, соответственно, мы просто берем значение A, неважно какое, производим, делим на него. Дальше у нас идет непосредственно сравнение. И когда дело доходит до использования результата, мы его, допустим, A было равно нулю, мы результат не используем и просто благополучно про него забываем. Либо мы его используем неспекулятивной командой, и в этом случае там у нас либо все хорошо, либо мы падаем. А как бы вот за счет чего происходит выигрыш в этом случае? По сути, ведь количество, так сказать, команд, которые тебе нужно исполнить, оно так или иначе – это произвести деление, произвести сравнение. То есть, как бы в чем плюс, когда ты производишь вычисления до сравнения? Плюс в том, что мы можем его забрасывать наверх. То есть, грубо говоря, если у нас… А, в смысле, что ты можешь его выполнить одновременно с какими-то другими наборами инструкции в рамках широкой команды, то есть в этом оптимизации, да? Не только. Мы забрасываем наверх, и если, например, у нас деление долго исполняется, то мы… в одном случае мы просто будем сидеть, ждать и ничего не делать, ждать результата, в другом случае мы его забросим на несколько тактов наверх, и к моменту его использования оно у нас уже будет посчитано. А, ну понятно, да. То есть, да, если там действительно оно может долго, то ты его забрасываешь на несколько тактов вверх, и пока оно считается, ты всё равно идёшь как бы, только-только подходишь к этапу сравнения, и тут уже у тебя есть результат, и ты тем самым как бы избегаешь, скажем так, вот этого ожидания именно искусственного. Ага, здорово, слушай, интересно. Да, как бы, то есть, если деление ещё… ну, там, оно выполняется, конечно, долго, но хотя бы… ну, оно выполняется долго, но там в случае, например, если у нас идут инструкции загрузки из памяти, там, если данные не лежат в кэше, это всё может быть там сто тактов и больше. Ага. То есть, в этом случае эта штука, она очень полезная. Вот, соответственно, у нас происходит… собственно, почему я всё это начал говорить? Вот у нас был какой-то там CFG с относительно разумительными линейными участками, потом мы взяли, и вот так вот всё это просто склопнули. там уже начинается полное безумие, потому что там очень сложно управляться и корректировать аналитические структуры, то есть, там, дефьюзграфы и тому подобное. Там очень сложно делать какие-то преобразования, но зато это даёт очень хорошее ускорение, как явные, так и не явные. Вот, ну и, соответственно, потом, после всего этого у нас уже там происходит код-генерация и, соответственно, получение бинарника. Ну, понятно, бинарники-то уже как бы после всей вот этой магии просто на инструкции, которая там процесс соберёт и одну за другим шлёпает и, в общем, возвращает результат. Ну, в каком-то смысле, скажем так, если упрощённо это смотреть. Да, слушай, прям вот про магию совсем страшно. Ну, на самом деле, это даже не самая страшная магия. Там есть вещи гораздо более страшные по типу какого-нибудь дама. Это там, грубо говоря, рантайм-механизм, который позволяет проверять пересечение указателей или там какой-нибудь накрут механизмов АПБ. Я в том подкасте про них тоже немножечко рассказывал. Это асинхронная подкачка в память. Например, АПБ, он позволяет очень хорошо ускорять вычислительные программы. То есть, грубо говоря, обычная проблема с памятью вообще с рефетчами в частности, то, что они идут в каком-то там, в общем потоке. И если мы делаем загрузку из памяти, которая не лежит в кэше, то, как я уже говорил, это очень долго. А в случае с АПБ у нас запускается асинхронная программа подкачки из памяти. Соответственно, блокировки памяти никак не влияют на основной поток исполнения. И к моменту, когда нам нужно уже непосредственно работать с загруженным значением, оно у нас готово… То есть, это, по сути, такой кусок кода, который бежит вперед, скажем так, анализирует, где чего потребуется чтение с памяти, их запускает раньше, ну, чтобы… То есть, какая-то такая идея, я так понимаю, этого всего механизма. Ну, примерно. На самом деле, он ничего не анализирует, анализирует компилятор. Он просто в случае, если нам удается выяснить, что программа имеет какую-то регулярную структуру, то мы можем выставить вот эти вот наши асинхронные чтения, и они будут как насос качать все вот эти данные. Ну, в смысле, выставить их заранее, заведомо раньше в списке команд, инструкций, чтобы уже они к моменту нужны были. Так, хорошо, интересно, расскажи еще, какие еще… Я так понимаю, в принципе, ну, вот процессор, то есть, это там исполнительное устройство, да, соответственно, и память, ну, так сказать, данные. То есть, в любом случае, какие-то инструкции, они так или иначе работают с данными, ну, либо какие-то производительные расчеты, то есть, чтение, расчет, запись, да, там, неважно, в какой-то последовательности, в каком-то там виде. И тут вот, ну, так или иначе, идея в том, чтобы, с одной стороны, оптимизировать загрузку данных, которая в силу физических просто ограничений может занимать какое-то время, ну, понятно, да, оптимизировать сами вычисления, то есть, производить их там параллельно, максимально, так сказать, быстро, ну, быстро имеется в виду, опять-таки, наверное, там, параллельно и полно. И также записывать, вот, про записи тоже какие-то, да, тут вот, про вот там чтение, я примерно услышал, да, что, да, действительно, там, заранее, чтобы к моменту использования данных они уже были в кэше, ну, имеется, лежали рядом с процессором, где он их быстро мог там из регистров прочитать, но расчеты тоже примерно понятно, это просто, так сказать, набор инструкций, которые ты там, ну, параллельно пакуешь, соответственно, они там на всех ядрах, на всех исполнительных устройствах сразу же выполняются, что с один такт, там, много сразу, да, результатов мы получаем. А вот с точки зрения записи тоже какие-то, вот, расскажи, есть какие-то такие интересные моменты? Да, есть. На самом деле, смотри, сама по себе запись, она в целом не так страшна, потому что, ну, грубо говоря, ты там в один такт ее запустил и дальше не паришься, потому что от записи никто не ждет результата, она никого не блокирует. Но в целом в Эльбрусе есть очень хорошая аппаратная поддержка работы циклов, то есть, например, у нас есть какой-нибудь, у нас есть аппаратный счетчик цикла, то есть мы можем, например, не делать каждый раз на нашем ALU инкремент нашей индуктивной переменной, то есть это переменная, которая отвечает за... Переменная цикла, ага. Да, переменная цикла. Мы можем просто сказать, что мы здесь, вот у нас вот это, у нас в цикле будет столько итераций, вот, и вот, пожалуйста, процессор, давай там на специальном устройстве его досчитываем. То есть мы освобождаем одно устройство для прочего. И, соответственно, есть еще такая штука, как... Как же называется? По-моему, она RayAccess как раз и называется. То есть, смотри, что такое store? Что нужно делать, чтобы сделать store? Записать значение. Нам нужно посчитать адрес, куда записываем, и непосредственно записать. То есть, грубо говоря, нам нужно взять базу, взять... Взять базу, взять смещение, и... И чтобы это сделать, нам нужно непосредственно прочитать вот эту индуктивную перемену, предварительно с ней что-то сделав. В случае с Эльбрусами мы можем просто сказать, что мы делаем специальный store, который не требует чтения вот этой индуктивной переменной, а основывается только на нашем аппаратном счетчике. То есть, всю вот эту вот лишнюю работу мы разгружаем и прикладываем только на одну инструкцию. Это тоже нам служит для разгрузки швырок-команды и использования ее под что-то действительно полезное. Ну, в общем, да, логично, потому что, в принципе, как ни крути, все наши программы содержат циклы, да. Это, в общем, массивы, бегать по массивам, читать, это довольно, так сказать, мне кажется, значимая часть, ну, в принципе, всех программ, так или иначе. Ну, тут смотри, программы, они бывают, на самом деле, очень разные. В частности, есть, как я уже говорил, набор, специальный набор такой промышленный бенчмарков, который называется спект СПУ, там есть глобально два вида бенчмарков. Это INT и FP. То есть, интежеры вычисления и floating point вычисления. Вот floating point – это какие-то научные вычисления. У них действительно основная, их основной профиль – это какая-то одна процедура, ну, или несколько, в которых крутится какой-нибудь страшный цикл со страшными вычислениями каких-нибудь, там, уравнений. Ага. Вот, в случае с INT вычислениями все бывает по-разному. Например, в набор этих бенчмарков входит GC. Профиль GC – это совершенно страшная штука, потому что это куча функций, которые выполняются там по 2-5% от общего времени исполнения, и они – это просто такой совершенно размазанный профиль с функциями, которые особо много времени не занимают. То есть, там цикл не цикл, а все равно, что оптимизировать непонятно, там и так все размазано. Ага. То есть, как бы, вот, как Амир в тот раз говорил, я не помню, там, у тебя в подкасте он говорил это, мы с ним в свитере что-то обсуждали, но размазанный профиль – это для оптимизаточника, это и его цель, и его проклятие. Ну, как бы, да, да, цель, понятно, что, как бы, хочется сделать именно суметь, несмотря на всю эту размазанность, уметь ее оптимизировать, ну и проклятие, да, потому что самая, по-моему, нетривиальная задача какая-то может быть. Ну да, то есть, вообще говоря, глобально оптимизация, они у нас что должны делать? Они должны, как ты уже правильно говорил, оптимизировать вычисления, оптимизировать работу с памятью, там, отдельно они должны оптимизировать циклы, это очень большой пласт оптимизаций. Еще очень большой пласт оптимизации – это избавление от переходов и вызовов функций, то есть это inline, это на самом деле режим f-hole, он же LTO, это какие-нибудь дивиртуализации и тому подобное, там, опять же, оптимизация работы с памятью – это как вот эти вот наши всякие подкачки, так и анализы указателей, также там в плане оптимизации переходов – это у нас и в conversion, ну и что у нас, может, по ходу разговора что-нибудь еще и вспомним. Ну, понятно, да. Слушай, ну, расскажи, наверное, вот теперь немножко такие более общие вопросы в плане разработки, то есть, вот, как бы, ну, какие задачи и как вообще, что здесь там происходит, мы так примерно обсудили. Расскажи, как, в принципе, просто, ну, во-первых, там интересно просто, как бы, сколько у вас там вот команда, да, как, как бы, которая занимается вообще этим оптимизирующим компилятором, как происходит разработка, опять-таки, вот, ты знаешь, что ты говоришь, оптимизация, я так понимаю, что, в принципе, показатели, на самом деле, ну, конечная цель, то это все, важно ведь производить замеры всего этого, да, то есть, как понять, что то, что ты там написал или там внедрил в этом оптимизирующем компиляторе, на выходе действительно даст какой-то, так сказать, выигрыш, прирост, да, то есть, тут вот значение каких-то замеров производительности тестов, я так понимаю, имеет тоже очень довольно большое значение, вот, как в целом построена, так сказать, твоя работа, интересно послушать. Ну, давай, смотри, тогда, тут можно просто несколько концов к этому подходить, я немножко скажу. Ну, да, я так много, много углов сразу захватил, да, ты, наверное, выбери, какое тебе там кажется интересным. Тут, на самом деле, все интересные, давай начнем с постановки задачи. У нас есть специальный отдел аналитики, то есть, это люди, которые не занимаются непосредственно разработкой, но они сидят, крутят эти бенчмарки и смотрят, что там работает неоптимально и что там можно улучшить. Например, они выявили какую-то неоптимальность, там, например, ну, что у нас может быть, например, у нас какие-то вычисления, которые инвариантны по отношению к циклу, ну, то есть, они никак не зависят от цикла, и мы их, например, там, компилятор их не вынес из цикла, то есть, они каждый раз переучисляют одно и то же. Соответственно, что тут можно сделать? Ну, на самом деле, в этом случае можно сразу указать на то, что нужно поправить оптимизацию или анализ. Ну, или в некоторых случаях нужно какую-то оптимизацию провести руками. То есть, например, вот как раз сейчас мой научник моему студенту выдал следующее задание, грубо говоря, есть какая-то функция, которая ничего не делает. По определенным причинам анализы этого не просекают, и от этого нужно избавиться. Но сама по себе такая формулировка, она все еще не очень хорошо подходит к тому, что не очень понятно, чего мы добьемся. То есть, грубо говоря, мы можем полгода писать сложнейший анализ, который вроде как будет давать какой-то визуально крутой результат, но в реальности для бенчмарков наших он ничего не даст. То есть, по сути, это будет потраченное время. Такая ситуация очень часто, на самом деле, бывает с какими-то там микробенчмарками, когда люди пишут какой-нибудь там тривиальный цикл, в котором вроде как визуально можно было бы что-то улучшить, компилятор этого не делать, и говорят, что а, вот плохой компилятор. Причем это, наверное, вообще везде есть. А в реальности на этот счет никто не парится, потому что там конкретная оптимизация, она в общем случае либо сложна, либо вообще будет в среднем давать просадку. И, соответственно, нафиг это нужно. Вот. Ну, в нашем случае как бы, то есть, что можно сделать? Можно взять и, например, от этой функции рука не избавится. То есть, модифицирует сам исходник. Мы его так модифицируем, смотрим, что мы получаем. Например, мы получаем прирост производительности. Вот. Это уже достаточное основание, чтобы оформить задание в стиле, у нас вот эта функция лишняя, нужно научиться определять, что она лишняя. Сделать это можно примерно следующим образом. И вот, давай-ка делай. Ну, в данном случае, я так понимаю, что это происходит где-то на этапе анализа АСТ, дерево, да, я так понимаю, или где, или уже где-то глубже. Нет, на самом деле это происходит на этапе анализа непосредственно исходного кода целевой программы и её профиля. То есть, грубо говоря, мы смотрим на профиль, смотрим, что у нас там жужжит, идём в это место и смотрим, почему, как оно жужжит, почему оно жужжит и можно ли здесь что-то сделать. То есть, в этом плане очень важно понимать, то есть, нужно смотреть на бенчмарк не как на чёрный ящик, то есть, грубо говоря, ну, давай попробуем здесь такую оптимизацию делать, а вот она что-то даст. Это плохой подход. Нужно смотреть, что делает бенчмарк, нужно понимать, для чего он это делает, как он это делает. То есть, в некоторых случаях понимать алгоритмы кодирование-декодирование или какой-нибудь от физики, что совсем бывает печально, и понимать, что там можно было бы улучшить. Вот. Так что, в целом, задача аналитики, она тоже такая, непростая. Но, опять же, нужно понимать, почему, там, задача аналитики, почему программа тормозит, то есть, смотрите в блокировке, смотрите, из-за чего они возникают, какого рода блокировки и тому подобное. То есть, задача, она ставится, исходя из целевой программы, и если там действительно понятно, что данная оптимизация даст какой-то осязаемый эффект. Как бы, там, к нам иногда люди далекие от разработки оптимизирующего компилятора, вот, любят, там, кидать тест в стресс-срочке и сказать, что вы его здесь не оптимизируете, давайте-ка улучшайте, они закономерно посылаются. Потому что, там, работать ради чьей-то хотелки, которая ничего не даст, это никто не будет. Не, ну, понятно, что, как бы, искусственно написать искусственный тест, который там покажет, что у вас там все плохо, это, ну, одно дело. Другое дело, что, как бы, какой смысл заниматься в оптимизации, если в реальных программах и в реальном каком-то коде этого почти не бывает, ну, скажем так, да, грубо. Ну, да. Собственно, именно так. То есть тут вопрос грамотной постановки и того, и вопрос того, как нам ощутить результат того, что мы сделали. Да, вот это вот такое вот самое интересное. Ну, опять-таки, это вот запуск тех же самых тестов, там, бичмарков, которые вот после этих проведения оптимизации, я так понимаю, пока что, да, все стало лучше или там, да, ну, то есть в конечном итоге. Ну, в целом, да, на самом деле, то есть тут тоже довольно интересный момент, что очень редкая оптимизация дает прирост абсолютно везде. То есть у тебя всегда будут тесты, которые ускоряются, всегда будут тесты, которые просаживаются. Тут нужно смотреть на то, что она дает в среднем. Там, как бы у меня, то есть даже для анализа указателей, ну, казалось бы, то есть анализ указателей, он вообще ничего не оптимизирует, он только говорит, что два указателя независимы. У меня даже там в этом случае бывают просадки. То есть вообще говоря, это косяк оптимизации, но это совершенно нормально, что ты написал оптимизацию, она какой-то тест просадила. Ну, с кем не бывает. Да, оптимизация просаживающая тесты, это звучит довольно-таки так забавненько. Слушай, ну, расскажи вот про инструментарий, как вообще вы все это разрабатываете, потому что, ну, вот опять-таки, там, да, вы сидите на железе, понятное дело, да, на котором, собственно, все это происходит, но Linux у вас, ну, как бы такой же, как у всех, скажем так, в каком-то смысле. Ну, вот вообще, как все, какими инструментами вы пользуетесь? Ну, GTC, GTC, наверное, неправильно говорить, да, потому что все же GTC немножко они компилируют, а вот как у вас это построен весь вообще процесс? Ты знаешь, ты будешь, наверное, смеяться, но большинство разработчиков сидит за Intel. А, вот даже так. Да, тут история какая. Там, машина, за которой реально можно было хоть как-то прилично сидеть, это E-Brus 4S. Там, он, там, первые выпуски были году в 12-м, в 13-м, а в реальности сколько-нибудь адекватной серии и того позже. Да, компилятор-то надо было разрабатывать еще и до этого. Да. А как бы вот конкретно вот этому проекту компилятора лет где-то в районе 20, а в реальности он там вырастал из предыдущих компиляторов, компиляторных проектов там для других вещей. То есть в этом плане у нас побольше, то есть большинство разработчиков, оно сидит за импулами, по большей части просто потому, что изначально не было E-Brus, на которых можно было сидеть как на десктопе. Появились они не так давно и, собственно, у нас не то чтобы очень много денег, чтобы всех этим оснастить. Ну, понятно, да. Так. То есть сейчас, например, наши дистрибутивщики, они сидят за E-Brus, это да. В свое время я выбил себе личный E-Brus, потому что очень много трещал языком и сказал, что да, я героически готов тратить свое время на то, чтобы свое рабочее время на разгребание багов, возникающих в процессе неотлаженного софта и вообще готов страдать по всем этим поводам, но дайте мне E-Brus. Ага. Собственно, все коллеги смотрели на меня как на психа, очень сочувствовали, но там E-Brus я себе таки выбил. Так. Но как бы именно среди разработчиков я пока что исключение, хотя нас грозятся всех в итоге пересадить. Ну, хорошо, но вот люди живущие на Intel, вот они, значит, там что-то разрабатывают, оптимизируют, а как дальше-то все это, вот расскажи, как все это построено. Ну, собственно, смотри, как бы наш компилятор, он бывает кроссовый, то есть из Intel под E-Brus, и бывает нативный, это E-Brus, E-Brus. Собственно, в обычном случае у нас есть обычный Intel с обычным Linux, сам проект ведется на обычном C, причем даже не одиннадцатого стандарта, а что-то близкое к восемьдесят девятому. Ну и спрашивай про то, что собираетесь ли вы что-то как-то обновлять, наверное, не стоит. Не, на самом деле тут какая ситуация. Ну, вот представь, что у нас, как бы так как основной упор сделан, то есть вся разработка завязана на кросс-компилятор, и все тестирование, как ты понимаешь, тоже завязано на кросс-компилятор. Соответственно, у нас есть большой парк интелских серверов, там гигантский грид, который все это непрерывно тестирует. И даже просто обновить какой-то пакет на всем этом гриде, например, мы очень долго держали GCC 6.1 или 4.1 или 4.3, не помню, ну какой-то такой совсем отсталый на всех этих серверах, просто потому что для того, чтобы обновить на всем парке машин GCC, и у тебя ничего отвалилось, это невозможно. Любое обновление используемой софтины – это боль и страдания. Ну, это понятно, да. Поэтому в этом плане у нас все очень инертно. То есть сейчас мы доросли до того, чтобы на наших основных тестировочных серверах был GCC 4.9. По собственной инициативе у нас тестируются сборки и под новыми GCC, но это скорее как бы именно инициативы и никаких обязаловок в этом плане у нас нет. То есть мы как разработчики, мы всегда за то, чтобы иметь последнюю версию GCC, самые последние версии дистрибутива и тому подобное. Но тут нужно понимать, что это все упирается в кучу проблем с обновлениями, со связанностью библиотек и всем прочим. Там, например, одни только спарковские машины чего стоят. То есть, грубо говоря, у нас есть для тестирования спарковские машины, тоже с Linux, и там никто не даст гарантии, что у тебя не будет багов больше, чем на Intel. А даже на Intel оно встречается. Ага. Соответственно, ну сама разработка идет на C у нас, каких-то особых требований к тому, на чем разрабатывать нету, поэтому больше половины людей используют GWIM. Ну почему нет, да. Ну как бы да, в случае C оно вполне себе. Я тоже некоторое время пытался его использовать, но мне как-то, с учетом того, что у меня до этого был двугодичный опыт опилюсовывать разработки за Cutie Creator, мне Cutie Creator был в принципе ближе и удобней. То есть, я могу совершенно спокойно сидеть за GWIM, но предпочитаю Cutie Creator. Там есть люди, которые сидят за Cate, есть люди, которые за Cadevelop, есть какие-то совсем странные редакторы, я даже названия их не помню. То есть, в этом плане у нас полная свобода. Ну понятно, да, конечно. Ну а код у вас там тоже, ну в репозитории, как вот юнит-тесты вот этого все, вот опять-таки интересный момент, да, ну юнит-тесты, да, то есть вот это штуки, которые там, ну, тестируют какие-то там модули, да, их, скажем так, внешние какие-то интерфейсы, да, как вот здесь с точки зрения оптимизации вообще оно имеет смысл, ну то есть как бы, или вот расскажи немножко, ну, архитектура организации как бы, да, самого кода. Хорошо, давайте я сначала расскажу про систему стирм, потому что это на самом деле такая отдельная очень интересная тема. вообще в случае с проектами такого рода как компилятор надежность, она выходит на новый уровень, потому что если что-то пойдет не так в компиляторе, то накроется все. И в этом плане компилятор должен быть просто мега надежной вещью. особенно если ты там для каких-то, для какого-нибудь ОПК нашего работаешь. Вот, поэтому у нас стирм не устроено следующим образом. Например, прежде чем сделать коммит, все наши правки, они проходят такое экспресс-тестирование длительностью там от 3-4 часов и может больше суток затягиваться в зависимости от характера правок и загруженности серверов. То есть, что оно в себя включает? Во-первых, оно в себя включает правки, оно в себя включает тесты на деградации по производительности. То есть, мы не можем влить правку, которая хотя бы один из тестов просаживает больше, чем на 20%. Далее у нас идут различные регрессионные тесты. То есть, грубо говоря, если в какой-то момент у нас был исходник, на котором мы что-то делали неправильно, он включается в этот пакет и мы должны всегда его теперь компилировать правильно. Это регрессионные тесты. Опять же, компилятор сам по себе, он имеет очень мощную инфраструктуру для самопроверки. Например, у нас есть такое... Ну, во-первых, весь компилятор утыкан ассертами. Грубо говоря, если ты думаешь, что где-то... Ну, в принципе, у нас должен идти такой контекст, но ты не уверен, ты просто ставишь ассерт и всегда его проверяешь. И есть такое понятие, как чекеры. Чекеры – это функции, которые, например, после каждой оптимизационной фазы тестируют корректность нашего представления. То есть, ну, что оно в себя включает? Например, у нас в CFG не должно быть недостижимых узлов. Например, у нас есть довольно серьёзные правила по тому, какие операции как должны идти. То есть, грубо говоря, там у нас некоторые инструкции могут идти только после некоторых, и это всё очень серьёзно проверяется. Там бывают какие-то собственные чекеры, заточенные под определённые фазы. Соответственно, компилятор для работы с чекером запускается в специальном режиме, и всё это смотрится. Опять же, там внутри компилятора реализован собственный менеджер памяти, который делает проверку на утечки памяти, на залившие ссылки, на обращение по удалённым участкам памяти и тому подобное. Все вот эти вот проверки, они спасают от просто невероятного количества рантайм-ошинок. Например, наш компилятор умеет делать такую интересную проверку как корректность признания операции независимой. То есть, если мы разорвали какую-то зависимость между операциями, мы это делаем на каких-то относительно ранних фазах. Далее, на поздних фазах мы могли для loadstore посчитать конкретный адрес, с которым они будут работать. И если выясняется, что этот конкретный адрес на самом деле один и тот же, то у нас компилятор свалится с ошибкой. Интересно. Да, вот таких рантайм-проверок очень много. И, соответственно, даже просто в таком режиме прогнать набор каких-то исходников на компиляцию, оно может выглубить очень много недочётов. Ну и, разумеется, непосредственно тестирование на исполнение. То есть, мы должны убедиться, что, несмотря на то, что мы таки добрались до получения бинарника, что этот бинарник, он, во-первых, сам по себе запустится, а, во-вторых, в его результате будет то, что мы ожидаем. То есть, грубо говоря, мы могли, там могла быть ситуация, что, например, вот была очень весёлая ситуация, когда к нам прибежали тестировщики с вопросом, «Вы почему принт удалили?» Так-так-так, расскажи. Ну, то есть, там какая-то оптимизация отработала так, что признала принт, вызов функции принт лишним и просто удалила его. Мы, конечно, сказали, что если удалили, наверняка он там не нужен. Но тестировщики с нами были не согласны, нам пришлось это исправлять. Да. То есть, такие курьёзы, они бывают. Ну, на это скорее такой курьёз. В реальности ошибка бывает либо какой-нибудь там неисличение результатов исполнения, либо там обращение. Бывают на самом деле какие-нибудь сегментейшн фолты и тому подобное, но это скорее, это очень часто бывает из-за ошибок в самом ПО. Вот. Так, что у нас ещё может быть? Ну, хотя нет, совершенно необязательно. Мы могли просто признать, например, по ошибке какую-нибудь операцию независимой, закинуть её наверх и обратиться в какую-нибудь мусорную память. Такое тоже вполне может быть по нашей ошибке. То есть, дальше мы проходим некоторые тесты исполнения, и если все эти тесты пройдены, то наш коммит допускается к тому, чтобы попасть в транк. Такой процесс – это от четырёх часов до суток и более. И далее у нас уже есть гигантский грид, где непрерывно тестируются все возможные исходники, то есть тестируются как сами спеки, так и дистрибутивные пакеты. Там некоторые прочие вещи, которые от наших пользователей приходили и тому подобное. Слушай, ну вот ты смотри, ты вот, чуть, может, я прерву, не знаю, ты говоришь, что там каждое тестирование такого, ну то есть опять, ты там, понятно, разрабатываешь там вероятно где-то в какой-то отдельной ветке, да, соответственно, ты там запошил, вот запустились и тесты, которые там от четырёх часов и более могут занимать. Отсюда, ну, соответственно, опрашивает, что получается ты так или иначе вынужден работать в параллель над несколькими задачами, да, переключаться, ну, потому что ты просто там сидеть там, а теперь я жду, знаешь, какая-то картинка где-то, а у нас компилируется, да, то есть а у нас тесты гонятся, я вот жду пока там результатов, как бы, чтобы не потерять контекста. То есть, в принципе, вот, ну, я правильно понимаю, да, то есть, в принципе, вы там, каждый программист так или иначе над несколькими такими параллельными задачами занимается, а вот насколько легко просто переключать контекст, потому что, ну, вот, если какая-то сложная оптимизация, да, то я понимаю, ты там должен, ну, там, вникнуть, вот у тебя там в голове все это построено, и ты так говоришь, ну, вот, вроде бы, вроде бы так, вот, вот, запускаешь, ну, как бы, идея, потому что вот этих всех юнит-тестов, да, в том, чтобы они как раз-таки выполнялись быстро, чтобы ты, ну, мог сразу получить результаты, либо там что-то исправить, либо уже все выдохнуть, а тут, значит, ты такой, ну, вот, вот, вроде бы, да, и ты запускаешь, и он тебе говорит, ну, часа через четыре я тебе скажу, что, наверное, все плохо или все хорошо, да, Насколько это, ну, накладывают какие-то отпечаток? Ну, смотри, с юнит-тестами тут какая ситуация? Наверное, они были бы очень полезны Но в реальности их чисто технически внедрить очень сложно Потому что, ну, представь, у тебя там какая-то функция Которая работает с графом потока управления То есть это граф, внутри которого еще есть инструкции Которые, вообще говоря, должны быть каким-то валидным образом расположены И так далее И там должны быть еще какие-то аналитические структуры и тому подобное И там, чтобы запустить юнит-тест для такой функции Тебе нужно сгенерить весь этот контекст Да-да, я вот про это, что как бы тут такая связь То есть я тоже не очень понимаю Как здесь, ну, то есть здесь, наверное, нет возможности Просто сделать юнит-тесты, которые бы Ну, быстрые юнит-тесты, да, вот такие легкие С точки зрения ресурсов, затратов, да Которые бы давали какую-то быструю и, тем не менее, полезную отдачу И поэтому вы вынуждены запускать вот эти полноценные такие, ну, Парагоны там, я уж не знаю, как их там назвать Именно тесты Там регрессионные и прочее Но вот Расскажи, Игорь, насколько как бы это накладывает отпечаток на вот сам подход к разработке То есть как вот переключение этих задач Как это легко, просто дается Либо, ну, там, как ты сам вообще вот в себе это нашел для себя Ну, смотри, тут как бы в целом к этому привыкаешь Потому что у нас Как у нас вообще это устроено Там есть человек, ему под его ответственность дается определенное количество оптимизаций Он в них разбирается Там, если приходит какая-то ошибка Обычно он так уже представляет, в какую сторону копать Что могло пойти не так И какие ошибки будут дальше То есть там по мере, там, с опытом это все приходит И человек в этом плане В какой-то момент даже может писать направленные тесты То есть на самом деле у многих разработчиков есть еще Там свои кустарные системы тестирования Которые тоже прогоняются Чтобы ничего не порушить И там То есть сам разработчик, он знает Какие-то слабые места своих оптимизаций Юнит тестов как таковых у нас Особо нет Ну, когда я только пришел Меня это удивило Ну, представь себе Там приходит человек только после института Ему всю голову пружжали юнит-тестами Хорошими практиками и тому подобное Ну да-да-да-да-да Тут ты приходишь Такой весть из себя На белом коне Слышишь А где у вас юнит-тесты? И на тебя, конечно, смотрят Как на такого дурачка Типа Чувак, какие юнит-тесты? Ты вообще Здесь немножко поработаешь Вникни в тематику И если напишешь юнит-тесты Ты будешь большим молодцом Ну да Вот И постепенно ты понимаешь Что никакими юнит-тестами Там не пахнет И не потому, что Там Говоря, разработчики Ничего не понимают А потому, что Есть просто объективные причины Ну вот Приходится Выживать так, как можем То есть Приходится По сути делать Контрактное программирование То есть Грубо говоря Очень жесткая проверка Входных-выходных данных Там Это Очень Сильная система Тестирования И так далее Ну Как-то в этом плане Выживаем Там Бывают Ошибки На самом деле Ошибки Они бывают Совершенно Безумными То есть Если у тебя Ошибка Компиляции Ну Грубо говоря Там Сломался Какой-то Из чекеров Это Все Лажа Это Можно В большинстве Случаев Поправить Быстро В меньшинстве Можно Застреливаться Бывает Хуже Если у тебя Ошибка Исполнения Помнишь Я тебе Вначале Сейчас Рассказывал Как мы Очень агрессивно Переставляем инструкции Смешиваем код Тому Да И вот Теперь Представь У тебя Где-то В этой Непонятной Хренотени Что-то Произошло И Программа Упала Да Тут На самом Деле У нас К счастью Есть Наши Тестировщики И Разбирать Такие Ошибки Это Их Обязанность То есть Грубо говоря При оформлении Ошибки Даже Если Это Ронтайм Ошибка Они Обязаны Указать Где Она Была И Даже Обязаны Указать Какая Оптимизация Привела К такому Результату Ого Слушай Это То есть Такая Дальненькая Серьезная Скажем так Исследовательская Задача Ложиться На Плечи Тестировщиков То есть Это Ну Скажем так Эта задача Во многом Такая Довольно Рутинная Но Да Фишка В том Что Они Они Должны То есть Разработчик Например Оптимизаций Он Очень Хорошо Разбирается В том За что Он отвечает А Шаг Влевый Шаг Вправый Тут уже Там Не особо Вникают В особенности Работы Оптимизаций Но Они Очень Хорошо Знают Общую Картину Того Какая Оптимизация Что Делает И В этом Плане При Возникновении Каких-то Проблем Они Относительно Оперативно Определяют Кто Виноват И На Кого Оформлять Ошибку Слушай Ну Тут Я так Понятно Что Тестировщики Все Это В вашем Случа Это Довольно Такие Технически Грамотные Товарищи Которые Понимают Как устроена Оптимизация То есть С точки зрения Кода Я так Понимаю То есть Это Не просто Чек Чек Который Тестировщик Я уж Молчу Про ручных Но Тем не менее Которые Просто Понимают Скажем так Прикладной Уровень Приложения В вашем Случа Надо Понимать Что происходит Под капотом Разбираться И направлять Кого Где Кто Что И как Да Именно Так Потому Что В этом Плане У нас Очень Жесткие Правила Оформления Ошибок И Скажем так Бывают Случаи Когда От Цитировщика Что-то Оформлен Некорректно Особенно Если Такие Новички Если Ты Им В Багзиле Поставишь Статус Invalid Это Считай Личное Оскорбление Будет Мы Пользуемся Багзилой Да Я так Понимаю Да Мы Пользуемся Багзилой Понятно Слушай Ну а Штат Тестировщиков У вас Большой Тоже Вот Если Вот То есть Ну Соотношение Имеется С Разработчиками Просто Интересно Смотри У нас Непосредственно В оптимизациях Меньше 15 человек Работает Это Разработчиков И тестировщиков Да Нет Это Непосредственно Оптимизаторщиков А Разработчиков Ага Ну да Просто Как бы Опять же Разработчик-компилятор Это Такое Очень обширное Понятие Потому что У нас Например Есть люди Которые отвечают За библиотеки И связь С фронтендом Они Очень плохо Представляют Например Как работает Оптимизация Хотя Казалось бы И они И мы Компиляторщики Ну да Понятно Что Тут Такой Очень Сложный Проект Скажем так В целом И конечно Люди Которые Специалисты В какой-то Одной Области Им Тяжело Быть Погруженным Во все Логично Да А Цетировщиков У нас Совсем Мало Там Чего-то Человек Вот Непосредственно Оптимизирующий Компилятор Это Человека Наверное Три Тестирует Всего лишь Да Ну да Конечно Немного 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 Но как бы Автоматизация Наше все Нет Ну Без автоматизации Да В наше время Никуда В данном случае Тоже Понятно Понятно В общем Вот примерно Такие Расклады Ну Даже не знаю Что еще В этой части Наверное Вроде Более-менее Так Как процесс Устроен Мы Обсудили Наверное Да Расскажи В принципе Ну так Наверное Уже Немножко Закругляясь Как бы Про Планы Как бы Вообще Какие-то Что вообще Там У вас Глобально В плане Разработки Именно Там Ну А Компилятора Да Ну вот И там Смежных Трансляций И вообще Стоят Какие Какие Интересные Задачи Или что Вы так Глобально Хотите Там Сделать Ну Смотри Глобально Например У нас Сейчас Есть Очень Интересная Разработка А именно Zero Cost Exception То есть Это Та Штука Вокруг Которой Было Много Тронинга В стиле Там Замедляют Всполнение Exception Или Не замедляют Exception Можно реализовывать Несколькими Несколькими Способами И мы Скажем так С ростом Популярности Платформы У нас Пошли Плюсовые Приложения И у нас Была Довольно Тупая Реализация Exception Которая Нам Очень Мешала В итоге Нам Сейчас Уже Наверное Подходит К концу Работы По Внедрению Так называемого Zero Cost Exception То есть Специальные Технологии Exception Которая Которая Не Не Замедляет Исполнение Если Exception Не был Выкинут На самом деле Кто-то Может сказать Что эта Штука Давно известная И любой Приличный Компилятор Должен был Ее реализовать Хотя На самом деле Это очень Это очень Сложная Штука По ней Документации Кот Наплакал И в целом Она На самом деле Самое интересное Была Изначально Сделана Для Итаниума То есть Эта технология Она прописана В И А64 Аби То есть Аби Непосредственно Итаниума Вот Там Ну в целом У нас Как Ну Скажем так 80% Наше Времени Это Исправление Ошибок Там В оставшееся Время Мы Пилим Какие-то Оптимизации Там Есть Довольно Интересные Исследования В стиле Того Чтобы Прикрутить ЛВМ Фронтенд Так или иначе Ну то есть Прикрутить Силанг Потому что Это конечно Штука Очень Такая Вкусная И наверное Даже В каком-то плане Необходимая Но Это Довольно Сложно Хотя Там Определённые Вещи В этом плане Есть То есть Там У нас Даже Какие-то Тесты Из набора SPEC Они у нас Компилились Но Как бы Это Пока что Там Делает Один человек Когда Есть время Что Что У нас Еще Из Интересного Ну Скажем так Есть у нас Некоторое Понимание Того Что Нужно Двигаться В сторону Динамической Компиляции То есть Ближе К Джитам Становиться Но Это Опять же Там Есть Разные Мнения На этот Счёт Это В нашем Случае Такие Такие Вещи Не делал Еще никто То есть Нормальный Сишный Джит Который Бы Быстро Работал Нам Непонятно Даст ли Нам Это Ускорение Или Не Даст Ну А Так Даже Не знаю Чего-то Такого Прям Революционного Наверное У нас Сейчас Особо Нет Ну Понятно Слушай Вот Ты Кстати Говоря Тут Первый Раз Мы В этом Подкасте Упомянули LLVM Хотя Штука Довольно Крутая В некотором Смысле Мне так Кажется Довольно Прорывная Штука С обычной Компиляцией Такой Универсальный Как-то Есть Какие-то Вообще Я не знаю Насколько Я просто Не сильно Заток LLVM Но Тем не менее Какие-то Идеи Мысли у тебя Есть Может быть Вообще Можно ли Было Как-то Применить Вот эти Ну Вот эту Базу Анализа LLVM Где-то В ваших Для вашей Влив Архитектуры Что-то Такое То есть Условно Бэкэнд Так или Иначе Должен Быть Ваш В конечном Итоге Но Хотя бы Какую-то Часть Связанную С анализом С трансформацией Где-то В этом Ну Смотри Либо же LLVM Он именно Для риск Подобных Инструкций И оно Неприменимо Вообще В принципе Для Для LLVM Ну Смотри Теоретически Там Какую-то Архитектурно Независимую Часть Наверное Можно было бы Как-то Применить Тут Как бы Я недавно Обсуждал Это с коллегой Тоже Он Например Убежден Что Если мы Это сделаем То Мы Что у них Архитектура Независимая Часть Реализована Лучше Чем у нас У меня Есть Определенный Скепсис На этот счет То есть Я считаю Что Если он Грубо говоря Заменит Наш Наш Архитектурно Независимой Оптимизации На LVM То Мы Получим Только Просадки По Производительности То есть Тут Как бы Вопрос Даже Не то Чтобы Дискуссионный Он вопрос Того Что Это Нужно Взять И Проверить Ну Попробуй Это Это Отдельная Очень Сложная Исследовательская Работа То есть Это Нужно Написать Транслятор И Произвести Замеры Ну Как бы Я думаю Что это Не меньше Года работы Ну Прилично Прилично Да Это Так сказать В ресурсах Прилично Втребует Да То есть Как бы Мне Ну То есть Мне кажется Что В принципе Нам было бы Полезно Уметь Делать Транслятор Из Представления ЛВМ В наш И обратно Но Не отказываться От Сосанного Представления Просто Чтобы Не Не ставить Себя В зависимости От сообщества То есть Как бы Тут ситуация Какая У нас В случае С оптимизирующими Компиляторами Есть определенная Обратная Зависимость Между Универсальностью И скоростью Итогового Кода То есть Чем более Универсальный Компилятор Тем медленнее Не будет Исполняемый Файл Ну Логично Да Ну да То есть В этом плане У нас На самом деле Даже Наша Архитектура Независимой Оптимизации Они Они Некоторым Образом Заточены Под Нашу Аппаратуру В случае Например Если мы Возьмем ЛВМ С его Оптимизациями Там Разумеется Нам никто Не даст Исправить Инлайн Тот же самый А инлайн У нас Это Штука Которая Инлайн Фаза Сама по себе Очень сложная Она Очень долго Вытачивалась И заточена Под нас Или Например Кто-то Что-то Сделает В своих Интересах Сообщество С этим Согласится Там Например Просто потому Что Большинство Программ На Интере От этого Ускорится Нам От этого Будет Хуже Мы Ничего Здесь Не сможем Сделать То есть Мы Будем Полностью Зависеть От Сообщества Если Там Кит Там Если Ошибки В фронтенде Будут То это Вообще Будет Жесть Потому что Сейчас У нас Фронтенд Покупной За деньги Если Мы Находим Какие-то Ошибки Мы Отсылаем К Разработчику Они За несколько Дней Это C-Lang То Нам Нужно Либо Иметь Собственную Команду Которая Умеет Оперативно Устранить Ошибки Либо Зависеть От доброй Воли Сообщества Справят Они Нашу Хотелку Или Не Исправят Ну Понятно Да Слушай А Ваш Компилятор Это Все Закрытый Код То есть Не Open Source Ничего Такого Ну Да Наверняка Будет Очень Много Вопрос На этот счет Ну Вообще Традиционно Бывает Но Компилятор У нас Покупной От Edison Compiler Group То есть Это Примерно То же Самое Что Intel Компилятор Использует А Весь Вся Оптимизация Весь Бэкэнд Они Чисто Наши То есть У меня В какой-то Момент Даже Было Желание Взять Какие-то Фазы GC И Примить Их К нам Но Это Чисто Технически Нереально То есть Ну Смотри Мэйш Компилятор Это Целая Инфраструктура Со своим Представлением Своими Особенностями Своим Инструментарием И Как ты Мэйш У GC Представление Оно Ну Просто Совершенно Другое Ну Понятно Да Логично Да Соответственно Даже Просто Чтобы Взять Какой-то Модуль По типу Анализу Указателей Что я Хотел Изначально Сделать И Принезить Его К нам Это Технически Мы бы этого Не сделали Понятно Да Ну И Как бы В принципе Там Выкладывать В open source Тоже особо Я так понимаю Прямо Ваших Каких-то Кусков Тоже Смысла Нет Поскольку Достаточно Такая Узко Специализированная По сути Вещь Навряд ли Она Кому-то Так Еще Пригодится Кроме Вашей Как бы Непрестное Железа Насколько Я понимаю Это Да С одной Стороны Так С другой Стороны Есть Еще Некоторые Опасения В плане Того Что Некоторые Наши Заказчики Не очень Любят Публичность В том числе И нашу Собственную Вот Есть Ну То есть Там Требования Они на самом деле Довольно Странные Но Мы должны Их Выполнять И в этом Плане В open source У нас Компилятор Скорее всего Не выйдет Вообще Никогда Ну Понятно Да Всего Этих Вещей Но Опять Знаешь Тут же Тоже Такой Момент Что Как бы Ведь Поскольку Там Ну Компилятор Я является Такой Частью Архитектуры И Вот Оно Какой-то Наверное Бизнес Ценность Тоже Наверное Он представляет Его оптимизации Которые Там Как-то Можно Теоретически Взять И где-то Применить Нет Такой Каких-то Мыслей Не может Такого Быть Ну Смотри В целом Наверное Есть даже Какие-то Ну Сами по себе Алгоритмы Знаешь Наверное Все-таки Можно Какие-то Вещи Извлечь Потому Что Там Та же Самая Накрутка Она же Soft Пайп С нашей Аппаратной Поддержкой То есть В принципе Его Можно Было Бо Каким-то Специализированным Процессором Применять Ну Тут Как Такие Вещи Обычно Мы Сами То есть Там У нас Есть Определенно Там Грубо говоря Мы делаем Сами Публикации Рассказываем Эти алгоритмы Поэтому В целом Можно Взять Какой-нибудь Пейпер И прочитать Как мы Это сделали И что Мы В итоге Получили Там В случае С конкретной Реализацией Ну Я Мне не кажется Что это было бы Очень страшно Если честно Там У нас Скорее Боятся Что Выявят Какие-то Особенности Работы Аппаратуры Которые Потом Могут Использовать Злоумышленники Ну Понятно Ясно Ну Ладно Не будем Эту тему Сильно Затрагивать Все здесь Так сказать Ограничимся Слушай Ну Мне кажется Мы вроде Обсудили Основные Все вещи Какие хотели Да Довольно Ты так Подробно Я надеюсь Слушателям Было не очень Страшно Слушать Все эти Наборы Сокращений Слов И умных Языковых Конструкций А все же Было интересно Вот Леш Спасибо тебе большое Что пришел В гости Вот В очередной раз Надеюсь Не последний И еще Найдутся темы Которые мы Сможем Обсудить Если Есть Что Добавить В завершение То Самое Время Спасибо тебе Что позвал На самом деле Классный Подкаст Очень интересно Рассказывать Я тоже Надеюсь Что это Кому-то Очень интересно В завершении Я даже Не знаю Я могу Сказать Что приходите К нам Работать У нас Очень весело И не так страшно Как Можно подумать Потому что Мы людей Ищем всегда У нас Кадровый голод Ну да Тем более Силой такой Особенно Специфики Тут Не каждый Даже Мне кажется Решится В принципе Вот так Ну да В реальности Как бы Если вы Минимально Умеете Решать Задачки То Мы отлично Понимаем Что Ни у кого Нет Опыта Разработки Компиляторов И обычно Приходится всему Людей учить С нуля То есть Если вы Там например Уверенный Мидл В какой-то Области Можно к нам Прийти И мы Всему Научим Да Ну что ж Давай На этой Такой Позитивной Скажем так Ноте Поставим Точку Еще раз Друзья Спасибо Что были с нами Вот Будут Замечания Комментарии Вопросы Пишите В комментариях К подкасту Ну или в каких-то Других Каналах Связи Мы везде Найдем Ответим Вот Так что До новых встреч Пока-пока Все Всем спасибо Пока Субтитры 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 Субтитры